МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Белорусская стратегическая наступательная операция характеризовалась большим размахом. Наступление, начавшееся в полосе 500 километров, завершилось на фронте более 1100 километров. Глубина продвижения войск составляла 550-600 километров, а среднеустойчивый темп наступления на первом этапе операции достигал 25-30 километров, для подвижных соединений 43 километра в сутки. В ней участвовало личного состава и боевой техники больше, чем в любой операции 1944 года. Численность войск противоборствующих сторон за счет прибывших резервов составляла в общей сложности почти 4 миллиона человек, более 60 тысяч орудий и минометов, 7,5 тысяч танков и более 9 тысяч самолетов. Количество сил и средств четырех фронтов обеспечило превосходство над противником по живой силе в два раза, по орудиям и минометам в 3,8 раза, по танкам в 5,8 раза, по самолетам в 3,9 раза. Разгром группы армий «Центр» в белорусской операции означал катастрофу, превзошедшую Сталинградскую. Были полностью уничтожены 17 дивизий и 3 бригады противника, а 50 дивизий потеряли более половины своего состава. Общие потери немецких войск составили 500 тысяч убитыми. Значительными были потери и советских войск. С 23 июня до 28 июля 1944 года потери войск четырех фронтов составили 441 тысячу человек или 30% от численности к началу операции, в том числе убитыми более 97 тысяч. Всего в боях за освобождение Беларуси с сентября 43 по июль 44 года по примерным подсчетам погибло свыше 450 тысяч советских солдат и офицеров. Белорусский народ свято чтит память своих освободителей. Белорусская операция 1944 года – это выдающаяся операция Великой Отечественной войны, имевшая исключительно важное военно-политическое и стратегическое значение. Ее результаты были достигнуты благодаря высоким морально-политическим, нравственным и духовным качествам солдат и офицеров. Более 402 тысяч бойцов и командиров Красной армии, участников освобождения Беларуси, были награждены орденами и медалями СССР. Белорусская операция – классический образец согласованных ударов Красной армии и партизанских соединений. Участие 150-тысячной армии белорусских партизан в этой операции было фактором огромного политического и оперативно-стратегического значения. Она в свое время получила высокую оценку у союзников. Президент США Рузвельт в своем послании Сталину писал, «Стремительность наступления ваших армий изумительна, и я очень желал бы иметь возможность посетить вас, чтобы посмотреть, как вам удается поддерживать связь с наступающими войсками и обеспечивать их снабжение». Белорусская операция внесла вклад в развитие советского военного искусства. Многое из опыта операции не потеряло своего значения и в современных условиях. Методы достижения высоких темпов прорыва обороны противника, организация и ведение высокоманевренных действий войск при окружении противника, ликвидация крупных группировок окруженных войск в короткие сроки с одновременным развитием наступления в глубину с высокими темпами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова